Я хотел тоже коротко рассказать о том вообще, какие у нас изменения в цепи. Вы уже многие слышали, да, свидетельства о том, как мы вообще вышли на эту школу из Северной Аравии. Расскажи еще раз. Еще раз расскажу. Да, мы вообще учились с моей женой Северной, мы учились в школу для лидеров во Франкфурте. И как раз в этот день, когда пастор Зинаида выходила, и свидетельства за эту школу у нас там не было, да, мы не смогли поехать. Мы взяли МПДрай, и дома что-то мы там делали, и включили этот МПДрай, слушали. И ну как бы там идет учение, потом вроде как пауза, и потом слышим такой голос. Пастор Зинаида вышла и начала свидетельствовать, начала просто говорить за школу из Северной Аравии. И мы с женой, с Северной так переглянулись и говорим, вау, ну чувствуем помазание, да, какая-то прям сила, какая-то огонь. И мы говорим, так, мы еще раз прослушали, все, думали, нам надо узнать, где эта школа, как туда вообще попасть, какие документы или что-то там. И на следующий раз мы подошли, не знаю почему, но мы когда были на школе для лидеров, да, мы поняли, что скорее всего это пастор Зинаида. Хотя мы не знали, да, но просто подошли, действительно так оказалось. Пастор Зинаида издалека, помазание пастор Зинаида. Амин, амин. Да, и вы знаете просто, почему мы захотели эту школу, да, быть, участвовать в этой школе именно для нашей церкви. У нас церковь, она, ну недолго, да, только год, год нашей церкви, мы даже еще не зарегистрировались. Но очень важно, то есть Бог нам сразу показал, что это шанс для нас, да, какое основание мы заложим, если будет правильное основание, если будет такое огненное, да, основание, помазанное, то это пойдет дальше. Поэтому мы с самого начала мы хотели заложить это основание, чтобы у нас было правильное учение, да, именно об исцелении, об освобождении, чтобы люди, мы сами, да, чтобы люди, которые у нас в церкви, чтобы они имели это дерзновение, имели эту веру. Я вам скажу, действительно, это работает, слава Богу. И даже, то есть у нас у всех, да, у людей в церкви появилось это дерзновение, молиться за больных, появилась эта вера, огонь. И тоже свидетельство, да, по этому поводу. Когда мы были в Зигбурге, мы ехали домой, и было жарко, да, я сказал, бах, в одной майке ехал, включил, но всю климан надо. То есть насколько можно было включить, я насколько включил. И потом на следующий день, воскресенье, я чувствую, меня продуло очень сильно. И у нас было служение, и во время служения, то есть мне все хуже, 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 прям. Люди говорили, братья и сестры, да, прям, они замечали, что мне прям трудно говорить и трудно молиться, да, потому что полностью проздуло. И потом, после служения, наши братья и сестры, да, они подошли и говорят, давай, мы за тебя помолимся. Я не встали в круг, знаете, помолились, все там, исцеление, да, провозгласили, посламили. А я домой пришел и думаю, надо мне позвонить на работу, да, предупредить, потому что я собрался уже идти, веры не хватило, да, собрался уже идти к врачу. На следующий день позвонил фор арбитеру, сказал, я завтра не приюту, да, потому что я себя плохо чувствовал. На следующий день просыпаюсь, иду к врачу и чувствую, что это мне легче. И потом в конце дня, я уже думаю, мне уже когда-нибудь при себе, мне справку на три дня выписали, да. А в конце дня все, я чувствую полностью исцелен, да. Да, и на второй день мне уже стыдно было, думаю, боже мой, взял справку, да, а сам здоровый. И поэтому, слава Богу, да, за эту школу, что мы получаем здесь эти знания, да, мы получаем здесь дерзновение, это помазание, да. Слава Богу. Аминь. Спасибо.